Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если вы еще этого не делали. Сегодня я вас приглашаю в новый выпуск. Мы двигаемся с материка, с поселка Кучугуры в город Керчь. Там мы проведем несколько дней, для вас поснимаем годный контент, а вы посмотрите, что же такое за город Керчь. Где мы остановимся и будем жить несколько дней, чуть-чуть позже вы все увидите. Поэтому не переключайтесь, поддерживайте выпуск лайком, делайте репосты в социальные сети. Это помогает в развитии канала. Все, заваривайте сечеечек и погнали в новый выпуск. Героевская Керчь. Поехали. Ехать нам час 38-100 километров. Без 20.12 мы выезжаем, в 13.17 он пишет, что мы приедем. Ну да, все будет зависеть от дорожной еще обстановки. Все, погнали. Это значит, дорога проходит в Кучугурах. Выезжаем уже из Кучугур. Указатель Анапа, Крымска, Новороссийск. Вот мы сюда и отворачиваем. Мы вот едем вдоль побережья, а можно ехать вон по той вот трассе, видите, где машины едут и железная дорога проходит. Можно ехать там. В принципе, что там 90, что здесь 90. Но зато здесь есть вид на море. Заезжаем в Тамань. В Тамань, кстати, есть две заправки, на которых я рекомендую вам заправиться, так как в Крыму ценник на топливо дороже. Значит, есть заправка Лукойл и заправка Роснефть. Вот мы сейчас как раз тоже заправимся на Роснефть, чтобы в Керчи не заправляться. Тамань основана в 1792 году. Представляете? Такой древний городочек. Да, заправка Роснефть, конечно, тут выглядит после бомбежки. Ну, вообще страшно. Ну, ладно. А то по ценам вот 95,49,98, дизель 47,65. Нам нужен дизель. Опа, вот так вот. Все, забрался. Теперь можно со спокойной душой ехать и пересекать Крымский мост. А еще нужно быстро сейчас решить вопрос по поводу телефона. Там нужно подключить дополнительную услугу на МТС и домашний пакет плюс. Ну, на нашем, по крайней мере, тарифе. Сейчас это и будем делать. Так, смотрите, вот указатель на Керчь, направо. Сейчас будем поворачивать направо на Керчь. Вот такая вот тут развилка. Получается, что мы сейчас вот съезжаем и по прямой едем на Крымский мост. И эта дорога как раз переходит в Крымскую трассу Таврида. Значит, подъезжаем к Крымскому мосту. Здесь начинаются таблички постмассового контроля. Вот такие плантации. Не знаю, что это растет. Посмотрим сейчас, как обстановка будет на мосту. Вот еще одна развязка. Керчь, порт Тамань. Тамань. Так, а вот уже видите табличка. Внимание, впереди зона транспортной безопасности. Пост ТПС. Все сужается в одну полосу. Здесь положено ехать медленно, внутри. Угу. Вот так вот кого-то тормозят, кого-то загоняют. Вот граница зоны транспортного контроля вот сюда загоняют. А нас тоже тогда на обратном пути помощи. Да-да-да, нас, когда мы ехали с Крыма, в этом году нас тоже загнали в такую штуку. А что там случилось? Проверили багажник. А, да, багажник. Да. Вот, ну а сейчас вот так вот. Ну и все. Они на выезде, наверное, проверяют больше. Впереди видна уже Керчь. И вот начинается Крымский мост. Как раз табличка Крымского моста. Здесь можно ехать 90. Вроде как по знаку было написано. С той стороны Керчи погода, ну такая нормальная. А вот с этой стороны, там где генеральские пляжи, посмотрите, какая жесть. Небо фиолетовое. Здесь вот начинается самая красивая часть моста. Это такие дуги, которые ночью светятся. Их видно с горы, как она называется, гора Митридатская лестница. Митридат. Гора Митридат, да. Там установлена смотровая площадка. Надпись Крымский мост. Виден он. Видно вечером, как светится. Также здесь слева железнодорожные пути проходят. Кто на поезде приезжает в Крым, вы тоже будете двигаться, естественно, по Крымскому мосту. В параллель вместе с автомобильной дорогой. Ну вот, и прям уже Керчь видана. Прям так вблизи. Вот мы спускаемся, получается, сейчас с Крымского моста. Здесь уже слева, справа началась Керчь. Здесь еще такой один пункт, где скорость прям нужно сбавить от до 30 километров. Видите, вот так вот полетемся. Здесь получается. Вот с той стороны тоже. Видите, пост ДПС. Вот, проехали, а дальше, получается, можно снова разгоняться до 90. Это, кстати, от Ставрида. И нам нужно сейчас уехать направо, чтобы попасть в Керчь. И, соответственно, попасть в микрорайон Героевка. Так, ну что, вот мы заезжаем уже в Керчь. Здесь нас встречает заправка Атан. Вспоминайте ее. Именно на ней я рекомендую заправлять свой автомобиль. 95-й, 52-22. Дизель 52-71. Прикиньте, насколько дороже. Дороже почти на 5 рублей дизель. Вот почему я советую заправиться на материке. И здесь, если вы ненадолго, голову не ломать. А еще, если вы решите отправиться в Крым, ребята, у нас есть авторский гайд путешествия по Крыму. Мы пропутешествовали Крым два раза. В этом году будем путешествовать снова, добавлять туда новые какие-то локации, места, советы и рекомендации. Сейчас цена гайда 490 рублей. Чтобы его приобрести, напишите либо мне в Инстаграм, либо в Настеньке в Директ. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Крыму с удовольствием. Заезжаешь в Керчь и думаешь, омагад, куда я попал. Все такое старенькое. Даже какие-то ангары непонятные. Мы добрались вот до Керчи, да, почти героевки уже подъехали. Настенька с Артемом пошли покупать обед. И перевел на Насте на карту деньги. Долго мучает, что-то интернет гонит. В итоге перевел, Настя уже пошла. Я вспоминаю, что здесь же карты-то нельзя прикладывать. То есть Apple Pay здесь не работает. Вот. Нашел наличку, вот Даша пошла. Обращайте на это внимание, что если вы едете, здесь карты прикладывать нельзя. Друзья, нужно с собой карты пластики иметь, а у нас только виртуальные. Ну, набрали, да. Пап, я тут так много. Там такая лекарная, там чай, бады, там всякие. Воду нашла? Я же тебя за водой отправляла. Мы маленького подорвали. А так аккуратно качать? Вот такой вот у нас обед, путешественник. Папа! И у детворей. Начали мы, значит, здесь в Керчи на рынке питьевую воду. Сразу набрали 10 литров, потому что, ну, из-под крана здесь воду пить вообще не рекомендую. Лучше пользоваться всегда вот такой водой. Керч нас встретила вот такой погодой. Вроде должно распогодиться, судя по вот этому окошку. Там вот небо чистое. Надеюсь, что будет нормик. И еще кто, может быть, не знал, да, впервые смотрят какие-то выпуски про Керчь. В Керчи есть и городской пляж. И находится как раз он в Героевке. Как раз мы туда едем, и я вам все покажу. Героевская Огненная земля. Ну, там установлен, как это правильно, на горе. Там, не знаю, все, нет. Да, памятник. Он находится прямо на горе. Гляньте, какая темная Керчь. Там вообще такие тучи над Керчью. Слушай, посмотри, какой цвет моря. Нифига себе. Итак, мы заезжаем. Вот смотрите, здесь такая большая порковка. Это и есть гор-пляж. Так, смотри, как тут все сделано. Разметку. Просто так теперь не проедешь. 2 километра. Так, теперь нам вот сюда нужно. Вот так вот, опс. Вот так вот, опс. А что-то машин вообще никого нет. Странно. Машут перестроен. Ууу, здесь даже вам батутики еще даже не надули. Папа, держать мне. Детская площадочка, кафе. Домашняя кухня. Ну да, вот он вход. Даже настил еще не положили. Ууу, тут что-то вообще пусто. Пусто. Вообще пустота. Танечка, это дорога пустота. Поверните нам право. Да. И вот тут, видишь, как я вот так вот на порковке. Так, и вот мы заезжали. Попаем уже на территорию. О, там еще автодом стык. Вот как-то так. Приехали, как все домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Уборка полным ходом, да? Готовимся, ждем вас. А здесь из Новших, посмотрите, как покрасили в очень приятный цвет. Сделали такую высадку. Также по-прежнему здесь порковка. Если вы сюда заедете, вам будут доступны лежаки. Беседка. Шикарный вид в беседке. Мы обязательно пожарим шашлычок. Ну и, конечно, не ходи. Ну и, конечно, собственный пляж. Это первый кусочек пляжа. И второй сейчас я вам покажу. Вот видите, вот тут получается выход-вход номера. И здесь тот самый второй вход на пляж. Он гораздо поинтереснее, как выход. Посмотрите, песочек потрясающе. И вот целый пляж к вашим услугам. Гляньте, какая красотища. Сегодня море штормит. Если завтра успокоится, покупаемся по нашей... Как заходит по нашей любимой традиции. Попробуем весь с вами пляж на вкус. И глубину, заход, все посмотрим. Ну, сегодня штормик. Немножко заспойлерю, да, но чуть позже все покажу вам. Ром-тур такой сделаем. Вот это наш будет собственный выход. Вот. У нас здесь такие лежачки будут стоять. Вот так вот. Наше окно с комнаты. И вот наша территория. Вот тут мы будем кушать, просыпаться. И если погода позволит, сделаем красивый отлет в море на квадрокоптере. Вот пока прям сразу сходу вам показал. Только приехали. Тут есть магазин. Покажу вам немножко. Цены. На мороженое. Какие-то сухарики, семечки. Овощи. Пиво. Так, держи. На, держи. Мне мама тогда... Повторяю. Так, держи. Так, держи. Мама, а у тебя там, у тебя там? У тебя там? У тебя там. У тебя там. У тебя там. По 125, 95. Борилла 100. Кетчупы по 100. Овощи. Ой, я забыла даже по собаку. Варенье. На мясо. Сыры. Сыры. Молочка. Вот она парковка, да, где мы с вами проезжали. И... Вот... Вот он магазин. Здесь вообще в сезон парковка, ребята, битком. Потому что вся Керчь приезжает купаться сюда, в Героевку. Так, ребят, смотрите, что касается связи. Я в Крыму хотел с вами поделиться. У нас МТС. Когда сюда заезжаешь, нужно подключить опцию... Называется она «Домашний пакет». И у вас будет списываться там что-то 10 рублей с копейками в сутки. Либо оплатить пакет... Домашний пакет плюс, и у вас будет списываться... Сразу спишется 100 рублей с чем-то за целый месяц. Мне где-то писали, что да не может быть, интернет остается без лимита. Так вот, на материке у меня всегда полный без лимит. Здесь мне дается только 449 мегабайт на один день. И так каждый день. Я об этом неоднократно говорил, что это капец как неудобно. Потому что трафика, лично я, поглощаю очень много. И 500 мегабайт это просто включить навигатор, загрузить маршрут. У тебя их больше нет. Как действует история вся эта на других... На Теле 2 я не знаю, не подскажу уточнять у своих операторов. В общем, ребята, самое ценное, что есть в люксовом номере, это, конечно, своя вот такая терраса, свой выход на пляж, своя мангальная зона, свои вот такие лежачки. И вот так вот вы дверку открываете и все, и проходите на море. Давайте продемонстрируем. Вот так вот, опс. Спустились, и у вас вот пляж. Черное море. Вообще красота. Там находится центральный пляж. Ну и там еще есть пляжики. Еще, ребята, в этом номере есть бильярд. Такая большая комната с бильярдным столом. Видите, как выглядит? И здесь можно прям классно зарубиться, если вы отдыхаете. Большой компанией. Вот на это вот все внимание не обращайте. Это сегодня... Ну, на днях, короче, это все вывезется. Вы сюда, когда заедете, этого не будет. Так, очень большой, конечно, номер для компании. Не знаю, когда у вас человек пять. Может, больше. Я пока не буду делать подробнейший рам-тур данного номера. Скажу одно, что он большой. У него собственный пляж, собственный выход. Вы все видели, собственно, мангальное. Бильярд, он большой. Здесь просто они сейчас в ближайшее время планируют перестановку. Здесь сделать дополнительную комнату. И будет вообще бомба. Поэтому вам проще будет звонить Елене Мудленовне. Контакт я оставляю в описании под этим видеороликом. И все у нее уточняйте. Если вам не нужны такие хоромы, то вы можете просто снять обычный номерок у них, здесь же на этой территории, которую я вам изначально показывал. У вас тоже будет такой же пляж, такой же выход чуть-чуть дальше. Сегодня с видом на море. Пожарим шашлык. Отдохнем, пляжем спать. Ведь завтра нам ехать в новые путешествия. Я надеюсь, что погода нам позволит. Я не знаю, у меня в последнее время какие-то проблемы с разжиганием костра. Я не могу. Вроде и рожек добавил, но все равно что-то нигерит. Нашел он палочек. Надеюсь, у меня получится поужинать. Ребята, сколько всего принесли. Благодаря им получилось. Вон, устали. Сидят. Отдыхают. Как вам, Тема? Кайф? Лежишь с видом на море? Класс. Только благодаря своим пацанам у нас совместными усилиями получилось что-то разжечь подобное. Похожее на костер. Значит, мы отходить. Видишь, Шахарик? Да, я говорю. Аккуратненько. Пока ждем, когда все разгорится. Детвора здесь пытается поиграть в бильярд. Да, Темик? Нет, тебе не трогать. Так, а что, ребятки, смотрите, у нас почти готово. Чуть-чуть даже пригорело. Как всегда, мы со своей подружкой вручайкой газовой плиточкой чайник сейчас нагреем и будем кушать. Закат сегодня, кстати. Солнце заходит там за горой. С этим памятником на горе. И здесь небо просто раскрашивается. Такие тона. Все, мы поели. Спокойной ночи. Вот вроде и солнышко. Вроде как бы распогодилось. Но, учитывая, что вчера были сильные дожди, мы не будем рисковать ехать на Каяшское озеро, на Генеральские пляжи в другой раз. А сегодня мы отправимся в место, в наше любимое. Это Анапа. Они тут недалеко от Фитязева. Песочки. Погнали. 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 Погнали.